МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Андрей Дреер. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Они заплатят. Убийцы Михаила Седова получили тюремные сроки и миллионные счета за моральный вред. Плати по-новому. Депутаты Барнаульской городской думы приняли новую ставку налога на недвижимость. Как это работает? Почему озера после плановой очистки превращаются в болото? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Барнауле вынесли приговор убийца Михаила Седова. Дело рассматривали в Краевом суде. Михаил Поспелов проведет в колонии строгого режима 18 лет своей жизни. Его приятель Евгений Кочергин 16 лет. Суду удалось доказать, что год назад 22-летние парни нанесли Михаилу Седову несколько ударов монтажками. Нападение произошло в гаражном кооперативе на улице Малахова. Убийцы похитили Седова, загрузив в собственный же автомобиль. Машину позже бросили возле озера Пионерское. А Михаила убили питью ножевыми ранениями. Тело мужчины было найдено через два дня в лесу. Убийство Поспелов и Кочергин совершили с целью наживы. Теперь им придется платить самим. Каждому выставлен счет по 2,5 миллиона рублей за моральный вред. Никакое решение суда не вернет ни мужа, и отца, моим детям. Поэтому я считаю, что они недостойны жить на этой земле. Цветет и дурно пахнет. Михайловское озеро после очистки, в которую вложили миллионы рублей, превратилось в болото. Причина – отсутствие комплексного обследования озера. Так утверждают ученые, но урок, видимо, усвоен не был. Прямо сейчас чистят еще одно Алтайское озеро. На очереди также Завьяловское и Колыванские озера. Действительно ли очистка вредит водоемам, расскажем прямо сейчас. Здесь озеро было, ну, как бы большое, широкое. Ой, вот досюда почти что так вот оно было очень глубокое. Мы купали здесь. Вместо красивейшего озера – зеленая лужа. Вместо богатого водного мира – мухи. На протяжении десятилетий Михайловское озеро было центром притяжения местных жителей. Люди купались, загорали, рыбачили. Но со временем водоем начал усыхать и мелеть. Озеро решили воскресить. На его расчистку направили больше 30 миллионов рублей федеральных средств. Но жители загорелись голубой мечтой слишком рано. С одной стороны – рыбаки, с другой – песчаный берег, где можно будет искупаться. Но мечты об озере так и остались мечтой. После расчистки озеро превратилось в болото. А рыба здесь и не пахнет. Купаются здесь только мошки. Чистили и углубляли Михайловское стандартно грубым методом – земснарядом, который достал со дна не просто иловые отложения, но и истребил все живое. Озеро, конечно, углубилось на полметра, но при этом практически погибло. Кстати, вспоминается печально известный манжерок республики Алтай, где расчистка также привела к исчезновению редких видов растений и животных. Причина – отсутствие комплексного обследования перед стартом работ. При планировании работ по очистке озера надо посмотреть, а надо ли убирать было все высшие растения. Они же перехватывали часть биогенных веществ. Соответственно, надо ли было углублять всю акваторию озера. Людям-то нужно ведь не все было озеро, а только его часть. Поэтому тонкая программа по исследованию предварительному и отслеживание процесса реабилитации. Все работы выполнены в соответствии с СЦУ. По проекту сметной документации отчитались чиновники Краевого Минприроды. А то, что озеро цветет, говорят, естественный процесс со временем пройдет. Попали в такой опять период времени, когда у нас в ходе весеннего половодия фактически то русло, которое должно было бы туда прийти, эти объемы, они у нас не были спрогнозированы, они не поступили. Поступило меньшее количество воды. В следующий год будет более благоприятен в плане весеннего стока. Озеро заполнится в тех границах, в которых оно было, значит, оно приобретет нормальные характеристики. Кстати, прямо сейчас миллионы уходят в расчистку Калядинского озера в Тюменцевском районе. Следующие в списке знаменитые на всю страну озера – Завьяловское и Колыванское. В Минприроды, конечно, заверяют, что прикасаться к ним будут лишь после полной экологической экспертизы. Правда, на том же Калядинском озере, где работы по очистке идут полным ходом, по словам экспертов Института водных и экологических проблем, комплексной экспертизы не проводилось. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Со следующего года налог на недвижимость будут начислять по-новому. На минувшем заседании депутаты Гордумы приняли коэффициент выплаты в 0,3%. Это верхняя планка, предложенная федеральными законодателями. С решением были согласны не все депутаты Гордумы, в споре даже взывали к совести и переходили на личности. А что в итоге решили, смотрите далее. Они 7 лет не платили налог на недвижимость. Речь про жителей домов, построенных после 2012 года. Тогда перестали рассчитывать инвентаризационную стоимость. И те объекты, которые не успели посчитать, налогом не облагались. Теперь фискальная политика меняется. Расчет налогов будет производиться от кадастровой стоимости. Местным депутатам предложили выбрать процентную ставку по налогу от 1 до 0,3%. И народные избранники Барнаульской гордумы внесли в проект сразу максимально возможный коэффициент. Некоторые соседние регионы, они на год раньше перешли. И те, кто установил коэффициент 0,1, они по поступлению в бюджет достаточно сильно провалились. У нас доля имущественных налогов в нашем бюджете, она очень-очень серьезная. По новому порядку собственники будут платить только за часть имущества. Не будет облагаться налогом 50 квадратных метров для индивидуального жилого дома. 20 для квартиры, 10 для комнаты. Тем не менее, не все депутаты поддержали проект. Сегодня в регионе с одними из самых низких зарплат может быть установлена ставка в 0,1, а впоследствии она может корректироваться в любую сторону, исходя из складывающейся практики получения каких-то дополнительных данных. Болезненный вопрос вызвал недлительные дебаты, в которых фракции и взывали к совести, и переходили на личности. Мне иногда было непонятно, когда один и тот же депутат говорит, с одной стороны, о том, что нужно какие-то вопросы решать в городе Барнауле, а с другой стороны, о том, что не нужно работать с налогами. Но Елена Викторовна сегодня мне, в принципе, все разъяснила. Когда она говорит о том, что налоги и бюджет – это невзаимосвязанные явления, тогда мне понятно. Поэтому у меня предложение провести соответствующую учебу, может быть, ряда депутатов. Не надо разъяснять Елене Викторовне. Она в курсе, просто перекладывать не надо. Это мы перекладываем. Снижение налогов с частных домов на многоквартирные. Но если сейчас сделать популистское решение и поставить сразу 0,1, у нас до 200 миллионов может выпасть налогов. Впрочем, это все меры предосторожности. Депутаты сами не знают, сколько потеряют от налогов после новой оценки имущества. Ведь ее еще не провели. Пока большинством проголосовали за предложенную максимальную ставку. Народные избранники уверяют, что ее пересмотрят после переоценки недвижимости. А будет это или нет? Мы посмотрим, поживем, увидим. Илья Кочетков, Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. А тем временем в правительстве говорили о росте зарплат и инвестиций. План социально-экономического развития края на ближайшую трехлетку представили в правительстве региона. Документ озвучил министр экономического развития Павел Детятев. Прогноз на ближайшие годы разработан в двух вариантах. Консервативном и базовом. Консервативный отличается более пессимистичным настроем. На случай, если ухудшится макроэкономическая ситуация. За основу Детятев предлагает брать оптимистичный, базовый, который предлагает повышение инвестиционной активности и рост заработной платы жителей края. За полугодие текущего года среднемесячная начисленная заработная плата составила 26 728 рублей, увеличившись на 8,5% к соответствующему периоду прошлого года в реальном выражении на 3,3%. Среднемесячная номинально начисленная заработная плата по базовому варианту в 2022 году в составе 35 462 рубля. А кто из нас нормальный? Нужно проверять. Сегодня во всем мире отмечают День психического здоровья. А много ли среди современных людей тех, кого действительно можно назвать психически здоровыми? По заверению специалистов, на первый взгляд, обычная осенняя депрессия может быть составляющей какого-либо расстройства. Кстати, страдают сезонными перепадами настроений в основном женщины. Тревожность, нарушение сна, снижение или, напротив, повышение аппетита – вот лишь некоторые симптомы депрессии. Если они не проходят длительное время, необходимо обратиться к врачу. Но далеко не каждый человек на это решается. Многие просто боятся визита к психиатру. Боятся, что это может поставить клеймо на всю жизнь. Но специалисты уверены в обратном. Любой пациент, который приходит с какими-либо жалобами на своё психическое состояние здоровья, он, естественно, в первую очередь интересуется, не отразится ли бы это каким-то образом на последующие его жизнедеятельности – трудоустройство, вождение, выдача справки на оружие и так далее. То есть бояться психиатров не нужно. Нужно обращаться. Потому что в каждом случае мы решаем по выдаче справки индивидуально – в вечернем выпуске расскажем, как сохранить психическое здоровье и не поддаться осенних Андре. Кстати, помочь могут и прогулки на свежем воздухе. Погода пока позволяет. Дневная температура в пределах 13 и 20 градусов выше 0, по прогнозам синоптиков, продержится до 15 октября. В этом году октябрь радует солнцем и теплом. Прошедшие выходные выдались особенно комфортными для прогулок. Горожане заполнили соцсети фотографиями золотой осени. По классике, Барнаульский дендрарий стал самым посещаемым местом. Многие уже успели окрестить такое явление погоды аномальной жарой. Правда, специалисты с этим не согласились. В большую часть 1 декабря, октября, у нас среднесуточная температура шла ниже нормы на 3-5 градусов. Это буквально в выходные она повысилась на 4-6 градусов выше нормы. И поэтому на данный момент она идет где-то около нормы. Говорить о том, что это аномалия, я бы так не сказала. По информации синоптиков, теплые дни продержатся еще неделю. А уже с 15 октября в край приходят дожди и похолодания. Еще подробнее о погоде узнаете через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в вечернем выпуске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!